Приветствую вас. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что у вас была довольно пассивная позиция. В отношениях с первым молодым человеком вы вели себя довольно пассивно. То есть вы все время чего-то ожидали от него, все время чего-то ожидали от него. А молодой человек, вероятно, чего-то ожидал от вас. И здесь не совсем понятно, как это увязывается с тем, что вы довольно активная, что у вас энергия бьет через край и так далее. И знаете, что объединяет обоих мужчин? То, что оба они дали вам возможность чувствовать себя определенным образом. Первый мужчина обрек вас на страдания, и вы страдаете. Второй мужчина также обрекает вас на страдания, и вы снова страдаете. Да, теперь вы страдаете немножко по-другому, но все равно вы страдаете. Возникает вопрос, а разве нельзя не страдать? Возникает вопрос, а разве нельзя строить отношения, например, не страдать? Строить отношения более искренне, более свободно, более открыто. Например, почему молодому человеку первому вы говорите, что «я все ждала». Зачем ждали, почему не сделали первого шага вперед, почему ждали шага от него, непонятно. Почему ломали голову над тем, зачем он вас целует и так далее. Почему прямо у него не спросили? Почему не выяснили, почему не высказали своей позиции? Непонятно. И вы выбрали второго молодого человека по причине того, что он прямая противоположность другого, первого. То есть он хорошая замена во всем. Вот то, чего вам не хватало от первого молодого человека, то вы получили во втором. Но, скорее всего, я не берусь утверждать, что это факт, но, скорее всего, встречаясь с первым молодым человеком, вы говорите, что вас накрыло, и я не могла представить себя, представить без него ни минуты. То есть это была такая страсть. Но вы же тут же сами себя и опровергаете, что отношения не были, все они были долговременными, отношений на один вечер я никогда не искал и не хотел. А что же тогда было вот с этим молодым человеком, про которого вы говорите? Разве это были отношения? Нет. Ну, это были встречи, встречались, проводили время, но не было отношений. Потому что вы не были откровенными, вы не вступили с ним в близость, не было эмоциональной близости, я не говорю, а сексуальной. Не было эмоциональной близости. И нет эмоциональной близости и со вторым молодым человеком тоже, потому что он вас не устраивает. Потому что это откровенно другой человек, другого склада. И как первый человек вас, ну, своего рода подавлял, заставлял вас страдать, так и второй человек заставляет вас страдать. Как первого человека вы видели в качестве, вероятно, своего средства для получения чего-то. Потому что, ну, очевидно совершенно, что у вас была страсть к нему, вы от него чего-то хотели, не могли представить без него ни минуты, значит, вам нужно было с ним быть. А значит, до поры до времени вы свои желания просто сдерживали. И, соответственно, тут вот такой момент. И второго молодого человека вы тоже, вы тоже воспринимаете как средство. Но если первый молодой человек как бы показал вам, что вы недостойны любви, а недостойны любви вы или недостойны счастья, потому что у вас была такая позиция, да, что, ну, довольно пассивная позиция была. Там мужчина просто не увидел от вас обратной связи и не видел никаких шагов. Ну, по крайней мере, так это выглядит в вашем тексте. Я не знаю, может быть, все было немножко по-другому, но тем не менее. Вот. А тогда молодой человек, он вам дает все, да, то есть, определенность какую-то, стабильность, надежность, заботу, вот это все он вам дает. Но он как родитель. Он как родитель. И я полагаю, что это и идет от родителей. У вас. Такая позиция. Понимаете, это я все к чему? Потому что вы поняли, что и в первых, и во вторых отношениях вы страдаете. А страдать не нужно. Нужно быть хозяйкой в своей жизни, в своей позиции, в своих отношениях. Мне даже ощущение, что вы хозяйка. В первых отношениях вы не хозяйка. Во вторых отношениях, ну, тоже не хозяйка. Потому что вам человек не нравится, вы его не любите, вам снится тот другой по ночам. Ну, потому что эмоционально вы его не отпустили и, как бы, не отпустив его до конца, не выявив причины, по которым вы не смогли быть вместе и не проработав свои проблемы. Ну, на фоне этого и вообще вы вступили в другие отношения. Вот. То есть, нет ощущения, что вы хозяйка своей жизни. И то, что вы говорите, что как правильно поступить быть с хорошим, но с нелюбимым, или чтобы получить семью. Или попытаться обрести свою любовь. А семья-то вам зачем? Для чего семья? И ждет эта семья такая, где люди друг друга не любят. Зачем семья? Знаете, если вы хотите семью, да, то ваше желание, которое за ней стоит, оно настойно реализации, но не через семью. Семья – это не то, чего стоит добиваться ради получения чего-либо. То есть, вот то, что движет вами, да, ну, на пути к семье, это необходимо выявить. И реализовывать самостоятельно. Чтобы получить то, что вы хотите получить в семье, независимо от семьи. Чтобы вы были более самостоятельны. Чтобы вы, наконец, стали хозяйкой своей жизни. То, если вам нравится молодой человек, вы увидите, что вы ему тоже нравитесь. Чтобы вы тоже делали шаги, а не ждали. И чтобы вы выбирали себе такого мужчину, который вам отвечал бы полностью, который разделял бы ваши взгляды. Иначе, ну, будете вы жить как соседи, и все. Что это за семья такая? Далее, вы говорите, я боюсь, очень боюсь сделать неверный шаг. А кто определяет, какой шаг верный, а какой шаг неверный? Юлия, кто определяет? Почему вы считаете, что вообще есть какие-то верные или неверные шаги? Ну, просто идете по жизни, исходя из своих желаний, исходя из того, что вам важно. Именно вам, а не кому-то другому. И на этом строите свою модель поведения. И все. Например, в контексте женской модели поведения, это одно. Вы здесь выбираете то, какая вы женщина. Какая модель поведения женского вам кажется правильной и почему. Если у вас средства для обеспечения этой женской модели поведения. Ну, то есть, например, если вы сильны, да, в социальном плане. У вас должен быть очень сильно развит невербальный язык. Язык тела, язык глаз, язык выражения лица и так далее. Физиогномика и прочее. Если вы хотите сохранять позицию вот такой вот пассивной. Если этого нет, то, соответственно, позиция должна быть более активной, чтобы вы были счастливы в одном отношении. Понимаете? Вот так. Поэтому не здесь верных шагов. Но, вы говорите, понимаешь, что мне нужно, мне надо думать о другом, о семье и детях. Кому надо? Откуда эти установки о семье и о детях в 26 лет? Это кто сказал? В 26 лет нужно думать о семье и о детях. Детей можно и в 30, и позже, если, как бы, ну, обстоятельства так складываются. Кто сказал так? Понимаете ли вы, что вот это вот надо думать о другом, да? Это не вы. Это кто-то вас постоянно подавляет, кто-то вас постоянно отвлекает от вас. Вот с этим, с тем, что надо думать о другом, нужно научиться жить в гармонии. То есть надо думать о другом, о чем? О своем благополучии, о своем счастье. Окей. А что для вас счастье? И почему вы сомневаетесь, что ваше понимание счастья, оно хуже, чем то понимание счастья, к которому вы стремитесь. Ну, про которое вы говорите, что надо. Понимаете? Вот. Поэтому я полагаю, что первое, это вот позицию, такое страдание нужно корректировать. А второе, нужно женскую позицию, корректировать вашу женскую модель поведения. И третье, это вот то, что вы говорите, надо, вот кому надо, почему надо, непонятно, да? Ну вот. Значит, соответственно, это вот такие направления. Дальше, вы говорите, что у меня, я совсем не имею подруг. Поделиться своими мыслями особо не с кем. И это второе, что меня привозит. Отсутствие подруг. Объясняется отсутствием общего между вами и ими. Либо неправильным выбором круга, то есть неподходящий круг общения для вас. Либо несоответствующей позиции. То есть, понимаете, как бы, в зависимости от того, как вы воспринимаете себя и других, как вы воспринимаете себя, близких, других и мир. Подбираются друзья. Если вы имеете одну позицию по данному вопросу, а другие люди имеют другую позицию по данному вопросу, и вам позиция других более близка, но вы ее себе, например, не позволяете, но тянетесь к этим людям, потому что вам их позиция близка и интересно, вам хочется общаться с людьми, у которых такая позиция. То у вас не получится друг дружить. Потому что дружба это равноправие, дружба это принятие друг друга. А вы друг друга не принимаете, потому что позиции у вас разные. И чтобы, например, подружиться с таким человеком, нужно, чтобы у вас была такая же позиция. Ну, в общем, такая же позиция. А для этого нужно поменять свое восприятие, отношение. Понимаете? Ну и элементарные такие вещи, да, как вы отдыхаете, чем вы занимаетесь, как вы работаете. То есть, у вас были друзья, и они по каким-то причинам у вас исчезли, значит, это тоже нужно разбирать. То есть, отслеживать, объяснить, почему у вас исчезли друзья. По поводу чего, что они говорили, как вы себя вели и так далее. Вот. Понимаете? То есть, отвечая на ваш вопрос по поводу разума или чувств, нужно сказать так, что разум стоит на защите ваших чувств. Пренебрегать разумом означает, ну, стать полностью ассоциальным. Пренебрегать чувствами означает быть депрессивным. Поэтому ваш выбор, он, в принципе, не корректный. Разум создает необходимые, приемлемые пути для удовлетворения своих желаний. Ни то, ни другое культивировать не нужно. И вот то, что вы это культивируете, говорит о том, что вы либо впадаете в детское состояние, либо в родительское состояние. То есть, вы говорите, я должна, мне надо, или я хочу, и так далее. А взрослого состояния, когда вы анализируете и просто принимаете решение наиболее лучшее для вас, взрослого состояния у вас нет. И в этом основная проблема. Именно поэтому у вас такое вот ну, как бы, неудовлетворение. Вы либо родитель для себя, и тогда вы себя полностью зажимаете во всем и говорите, так правильно, так нужно, так наиболее верно для меня, и так далее. Либо вы ребенок. И тогда вы говорите, я хочу, я не хочу, я хочу то-то, 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 то-то. И поэтому вы мечты. Это качели. Вас то в одну, то в другую сторону бросают. Потому что свои чувства вы пытаетесь зажать, подавить, вы их стыдитесь, вы их не принимаете, а значит не принимаете себя. А разум, то есть родительскую позицию, вы видите только как такое вот надо, зоджествование, предписание и прочее. И если вы этого не делаете, то вероятно вы испытываете чувство вины. То есть вы сейчас не можете бросить своего молодого человека, именно потому что, скорее всего, будете испытывать чувство вины. Но не перед ним, а перед собой. вы будете винить себя за то, что бросили такого хорошего человека, ради каких-то иллюзорных своих чувств. Но чувство, желание, тоже нужно анализировать. Чего вы хотите? Что из этого вам на пользу? Что из этого вам во время? Как вы хотите? Насколько обеспечены ваши желания? Все это нужно вам самой увидеть. Потому что иногда бывает так, что то, чего мы хотим, на первый взгляд, на первый взгляд кажется, что этого хотим мы. Но действительно бывает так, что этого хотим не мы, а кто-то другой. И тогда это что-то нам вредит, не приносит удовольствия, не приносит удовлетворения и так далее. А чего хотите вы вообще? Какой вы видите семью? Свою? Какими вы видите свои отношения? Какими вы видите своих детей, например? Какой жизни достойны ваши дети? Какой семьи достойны ваши родители? Знаете? Каких родителей достойны дети ваши? Знаете? Вот. Вот на этот вопрос поставить ответы. Не истребиться к семье. Не пытаться ее получить. А именно, какую она должна быть. По вашему мнению. И обеспечиваете ли вы сейчас вот эту семью? Вот вы все делаете сейчас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Спасибо.